В гостях у фонда «Ердам помощь» побывали экскурсоводы Казани. Те, кто водит гостей Татарстана по разным историческим и значимым местам республики и ее столицы, сегодня сами были в роли туристов, ознакомились со всеми проектами фонда и объектами, входящими в состав его комплекса. Я сама лично второй раз здесь, и в предыдущий мой визит спортивный зал еще не был оснащен, он еще только был на этапе строительства, и тогда у меня уже зародилась идея, что необходимо сюда привезти наших экскурсоводов, наши туристические компании, для того, чтобы как можно больше мы могли давать информацию не только жителям, но и, конечно, гостям. И, конечно, основной задачей нашего сегодняшнего визита является включение этого уникального комплекса в программы пребывания, в туристические программы города Казани. Здесь можно и рассматривать как уникальный комплекс для людей с ограниченными возможностями, как благотворительный фонд, как возможность организации халяль-питания, для того, чтобы знакомиться с различными традициями, таких как на примерниках. То есть возможности этого комплекса, они обширны, и поэтому, конечно же, после сегодняшнего визита мы не ограничимся рассказом об этом комплексе, но и, конечно, в дальнейшем будем способствовать развитию и продвижению этого комплекса в рамках пребывания каждого гостя в столице Республики Татарстан. Увиденное потрясло, замечательный центр, хорошо, что такое есть у нас, и я думаю, что, наверное, аналогов нет у нас в России и в стране. Так что спасибо. Просто уму непостижимо, насколько много здесь всего делается. Мне приятно удивлена. То есть я раньше видела в интернете видеоролики о деятельности Ердан, и я сама проводила экскурсию с вашими товарищами, кстати, по Старо-Татарской Слободе. Но я не знала, что здесь они вот в таких очень хороших, и действительно здесь видно, что заботятся о людях. То есть не просто для отмазки, для галочки, для рапорта какого-то, да, для, ну, как сейчас многие так делают именно, что мы сделали хорошее дело, и вот мы молодцы, да. А здесь действительно с душой подходят, и это видно в мелочах. В каждой мелочи, вот, ну, а здесь в каждой мелочи стоят денег, поэтому здесь это видно, насколько много здесь вложено, именно с заботой о людях. И чтобы показать, есть чем гордиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова